Су-27 «Фланкер» и его модификации Спроектированные в СССР в качестве ответа самолёты F-15 первые машины Су-27 начали поступать на вооружение в 1985 году, однако из-за производственных проблем до начала 1990-х их было довольно немного. Самолёты семейства Су-27 сочетают в себе такие характеристики, как размеры, дальность, скорость и манёвренность, которые превращают данную машину в единую смертоносную платформу. Су-27 со своими вытянутыми и устрашающими контурами чрезвычайно красив, но всем своим видом он показывает, насколько опасен. В составе российских ВВС имеется несколько сотен Су-27 в различных модификациях. Базовый планер самолёта обладает поразительной гибкостью и приспособленностью к модернизации, из-за чего разборчивые покупатели истребителей часто отдают ему предпочтение. Среди вариантов Су-27 есть многоцелевые истребители Су-30, палубные истребители Су-33 и истребители-бомбардировщики Су-34, предназначенные для достижения превосходства в воздухе истребителей Су-35 и несколько китайских скопированных модификаций. Су-27 никогда не встречался в бою с самыми современными самолётами четвёртого поколения и поколения 4 и 5, и, видимо, ни разу не участвовал в воздушном бою с F-22. Тем не менее, можно ожидать, что он заставит серьёзно поволноваться лётчиков таких машин, как Eagle, Viper и Typhoon, и сумеет даже создать проблемы для самолёта Raptor. В российских ВВС разработана тактика применения Су-27 в боях с истребителями повышенной малозаметности. В ней используется преимущество замечательной манёвренности машины, позволяющей ей уцелеть после первого удара ракетами. Более того, Су-27 достаточно тяжёл и стремителен, чтобы нанести мощный удар, а затем скрыться. Истребитель пятого поколения Су-57 На данный момент Воздушно-космические силы России вооружены исключительно истребителями четвёртого поколения, такими как лёгкий МиГ-29 и тяжёлый Су-27, а также глубоко модернизированными машинами поколения 4++, такими как Су-30СМ, Су-30М2, Су-35С и тому подобными. Последние хоть и имеют высокую эффективность, но по многим параметрам, таким как уровень радиолокационной малозаметности, возможности бортового радиоэлектронного оборудования, мощности двигателя и тому подобного, не дотягивают до критериев пятого поколения. При этом США уже имеют тяжёлый истребитель пятого поколения F-22 «Раптор» на вооружении. К нему скоро присоединится и лёгкий F-35. Китай и Япония также работают над созданием своих машин. Россия тоже не отстаёт. Пожалуй, наименьшее отставание от американцев имеет истребитель Т-50 «Пакфа» — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Последние лётные прототипы самолёта уже вплотную приблизились к серийным. В ближайшие годы первые серийные образцы пойдут на вооружение ВКС России. Тем не менее, Т-50 «Пакфа» нужен как российской армии, так и оборонно-промышленному комплексу, который может очень серьёзно заработать на новой машине. Достаточно только вспомнить о военно-техническом сотрудничестве с Индией, желающей получить экспортный вариант самолёта FGFA.